Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам о новом Linux Mint 17. Так вот, сегодня я буду показывать эту установку на виртуальной машине, то есть принцип действия такой же. Если вы ставите на чистый компьютер, то вопроса у вас не возникнет. Сейчас я расскажу об установке одного только Linux Mint. В следующем видео я расскажу вам, как поставить Linux Mint рядом с Windows 8, 8.1, Windows 7, либо Vista. Так вот, записываем скачанный образ официального сайта на компакт-диск, либо на флеш-накопитель. В биосе выставляем загрузку, как нужно, то есть накопитель с нашим ментом в первую очередь в разделе Boot. Так вот, запустив этот образ, мы видим, вот, запускается демонстрационная версия Mint. Здесь мы нажимаем Install Linux Mint. Происходит загрузка. Вот, здесь мы выбираем язык, который нам нужен. Где же наш русский? Вот, русский. Продолжаем. Так. Так, читаем требования, продолжаем. Так, мы будем стирать диски и устанавливать Linux Mint начисто. Чтобы установить Linux Mint с другой операционной системой, нужно выбирать другой вариант. Еще раз повторюсь, об этом я расскажу в следующем видео. Так вот, стираем диск и устанавливаем. Так. Выбираем наше местоположение. Я нахожусь в Запорожье. Я украинец. Так вот, продолжаем. Так. Складка клавиатуры, какая вам предпочтительнее? Ну, дабы ускорить весь этот процесс, я не буду искать русский. Пускай остается украинский. Продолжаем. Так. Вот. Здесь вводим наше имя. Меня зовут Александр. Я русский салец. Вот. Задаем пароль, который нам нужен для установления приложений для авторизации системы. Вот. Ну, я себе простенький пароль, который я помню всегда. Сейчас введу. Вот. Ну, и поставлю «Уходить в систему автоматически», то есть, ну, компьютер, в вашем случае, в моем случае, виртуальная машина, будет включаться автоматически, то есть, на рабочий стол. Если поставить эту галочку, будет необходимый ввод пароль. Продолжаем. И вот, непосредственно идет сама установка, распаковка самой системы. Установка идет порядка, ну, 10-15 минут, несмотря какой компьютер, ну, вот я даже устанавливаю на виртуальную машину, и все идет довольно быстро. До этого у меня стоял минт-16, стоял на постоянной основе, но так как мне, скажем так, по работе, по учебе нужна была Windows 7, мне пришлось снести мою сборку Windows 8 и Linux Mint. Потом я переразмечу, потестирую, и если мне понравится, я поставлю 17-ю версию на постоянной основе, рядом с Windows 7. Сейчас я поставлю, скажем так, видеозапись, идя на паузу, скажем так, ну, ускорим процесс установки. Так вот, наша распаковка уже закончилась, мы либо можем продолжить знакомство, то есть, работать с образом, либо же перезагрузить наш компьютер и уже непосредственно, скажем так, познакомиться с нашей установленной Linux Mint 17. Что мы сейчас и сделаем. Нажимаем перезагрузить. А, еще из привода нужно вытащить, скажем так, наш образ, чтобы заново не запустить установку. Теперь перезагрузим. Пока идет загрузка, хочу сказать, что это версия с графической оболочкой Cinnamon, которая основана на Mate, но которая уже более, скажем так, доработана и более приятная, больше удобств, то есть, и меню пуск, быстрый доступ к приложениям, и, скажем так, у нас там получается более удобно организованное само меню. Сейчас посмотрим, что мы получаем в итоге. Пока грузится. На компьютере, вообще непосредственно, Linux Mint, он вообще летает. Смотрите, что у меня немного, скажем так, небольшие задержки. Я работаю с виртуальной машиной. Здесь мы снимаем галочку, чтобы, ну, зачем нам это меню каждый раз просматривать, правильно? Вот. Ну, давайте посмотрим, какие новые возможности нам предлагает наш Linux Mint 17 Quiana Cinnamon. Вот, мы переходим на официальный сайт. Здесь нам рассказывают, что Linux Mint это, скажем так, 17 версия, это Long Terms Port Release. Это, скажем так, долго поддерживающийся релиз, поддержка которого, то есть, обслуживание будет идти до 2019 года. Ну, это как Ubuntu 14.04, в принципе, они основаны на одном ядре. Известно, что Linux Mint, он построен на базе Ubuntu. Здесь нам рассказывают, что у нас новый Update Manager, который работает быстрее и удобнее. Вот, что еще. А, у нас есть история теперь обновлений. Новое окошко установки приложения. Теперь у нас есть... А, теперь мы можем устанавливать драйвера без подключения к интернету. То есть, у нас, друзья, новый менеджер драйверов. Теперь здесь рассказывается, что у нас, скажем так, новый экран загрузки, что поработали над быстродействием, то есть, оптимизация у нас теперь выше. Рассказывают, что Background Animation Uses Less Usage, то есть, анимация системы использует намного меньше CPU. То есть, система стала работать быстрее и она стала менее требовательной к ресурсам. Здесь у нас мы видим, что добавили новое окно работы с языками. До этого было немного не так. И, что у нас теперь есть Software Source Compuration Tool. Это новое приложение, которое, насколько я помню, до этого не было. Мы указывали репозитории в меню обновлений приложения. А здесь вот расширено. Теперь можно все это сделать. Ну, и, скажем так, нас приветствует Welcome Screen. Ну, да. Здесь еще рассказывают, что у нас новый Cinnamon 2.2. Внешне мы посмотрим, что изменилось в принципе. В принципе. Ну, вот, если я не ошибаюсь, вот это вот окошко немного переработали. Здесь рассказывают все, скажем так, преимущества. Да, Cinnamon это очень классная штука. Давайте уже попробуем, как это все работает. Посмотрим внешний меню, пуск. Ну, то есть, с 16-го Минта отличия вообще минимальные. Если сравнивать, конечно, с 15-м, там уже все видно. По приложениям здесь у нас все стандартно. Что мне нравится в Минт, он уже идет непосредственно, практически полностью установленными всеми приложениями, которые нужны. То есть, здесь и для работы с графикой, и Office. То есть, не так, как Ubuntu. Убuntu там по минимуму, да, у нас есть Office, у нас есть Firefox и все. А здесь у нас уже, короче, и VLC установлен, и Banshee, который есть очень пьяным плеером. Можете посмотреть. Сейчас я его запущу. На вашем компьютере, вот, можете посмотреть Linux Mint 16, у меня обзор на канале. Как он работает, когда он у меня стоял непосредственно на моем компьютере, а не на виртуальной машине. Он летал. А здесь, то есть, быстродействия еще будет в разы больше, так как сделали оптимизацию. Что мне нравится, ну, здесь очень удобный этот плеер. Здесь все по разделам, из подкаста, радио. Можно с сетевого источника подключать, прослушать музыку с интернета. И здесь довольно-таки классный виджет. Вот. А какой системы вы еще видели такой офигенный виджет? Здесь, ну, то есть, управление вашим плейлистом, свернуть приложение, закрыть плеер, то есть, громкость, и навигация по, скажем так, продолжительности песни. Так, давайте посмотрим наутилос, поменялось ли что-то. Наутилос, скажем так, так и остался, каким был. По-моему, переработали вот только вот эту панельку. Сейчас я покажу вам, что это действительно Linux Mint 17. Хотя вы видели по образу, да? Но все же. Откроем системные настройки. Еще раз повторюсь. Здесь очень много настроек. Не так, как в Ubuntu. Здесь можно вообще систему поменять до неузнаваемости. Здесь и тема, и здесь и что угодно. Вот видно сразу, здесь поменяли комплекту фанелевых рисунок. Да, фигендер на линии, конечно, не спорю. Наверное, там и обои добавили. Вот, мы это сейчас посмотрим. Вот, по системе. Видим, что Linux Mint 17 синамонт из 2 бита. Ядро Linux у нас уже версии 3.13.0.24. Наш, скажем так, новый, новый ядро. И вот, что мне нравится в Mint. Он работает вообще офигенно с процессора. Любой другой Linux, даже на виртуальной машине, он не определяет точно количество ядер процессора. Вот у меня Core i3 двухъядерный, да? Все Linux, даже семерка, вот можете посмотреть. Я открою диспетчер задач. Ну, на виде тяжелее этого не видно. Пишет 4 ядра. Здесь пишет стабильно. 2.53, 2 ядра. Вот, то есть, драйвера, поддержка железа здесь, мне кажется, вообще лучшая среди Debian подобных, скажем так, Linux дистрибутивов. Ну, конечно, до Fedora и OpenSUSE немного далеко, но все же на уровне. Хочу сказать я вам, что все изменения, скажем так, только внешние. А, пардон, я извиняюсь, оговорился. Все основные изменения у нас под капотом, то есть, быстродействие, оптимизация. Потом добавили, скажем так, улучшили работу с драйверами. И, в принципе, все. Скажу, достойное обновление, продолжение Linux 16. И, ну, блин, довольно классная штука. Я вот разберусь с работой, разберусь с практикой в универе. Я перейду полностью на Linux Mint 17, я Windows удалю. Потому что Linux Mint реально классная штука. Она летает, здесь куча возможностей. Ну, это просто круто, господа. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Пишите комментарии под видео. Пишите, какие обзоры вам еще нужны. Обязательно сниму вторую часть видео, где я показываю установку рядом с Windows. Работа непосредственно уже на реальный компьютер, а не на виртуальную машину. Я потестирую на виртуалке эту систему. Обязательно в следующем видео расскажу вам о системе, озвучу свои отзывы. Ну, и посмотрим, как она работает уже непосредственно не на виртуальной машине, а на компьютере. Всем спасибо за внимание. Еще раз подписывайтесь на канал. И всем пока.